Сотни бронетранспортеров и ракеты для ПВО. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню поделился деталями нового военного пакета помощи Киеву. Ранее глава оборонного ведомства Франции заявил, что Париж будет передавать Украине списанное военное оборудование. Впрочем, французский ВПК также работает и над производством и последующей передачей украинской армии нового вооружения. Речь идет о боеприпасах с дистанционным управлением. Для содержания столь большой линии фронта украинской армии необходимы, например, наши бронированные фронтовые машины ВАП. Это абсолютно ключевая вещь для мобильности войск. Это старое оборудование, которое до сих пор работает, может принести значительную пользу Украине. Можно говорить о сотнях бронетранспортеров в 2024 и начале 2025 года. Мы также разрабатываем дистанционно управляемые боеприпасы в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом. Себастьян Лекорню, министр обороны Франции и в комментарии изданию «Ля трибун». В феврале 2024 премьер-министр Франции Габриэль Аталь заявил, что государство не только увеличит финансирование, помощь Украине, но и расширит круг предоставляемого вооружения. Тогда же глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню сообщил, что государство вложило деньги и модернизировало украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М. Все для того, чтобы истребители могли нести авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву. Чтобы помочь украинской армии, Франция реинвестирует значительные средства в свои войска. По словам Лекорню, по плану на 2024 и 2023 годы государство потратит 413 миллиардов евро. Французская внешняя политика достаточно быстро, по меркам таких изменений, в общем-то радикально повернулась. И это отражается не только в последних действиях, но, собственно говоря, мы видим, что Франция начинает все больше занимать позицию такого лидерства в Европе. Кроме военных поставок, Париж продолжает помогать Киеву как экономически, так и политически. Представители Франции напоминают, что вопрос присутствия иностранных войск на территории Украины остается открытым и нельзя ничего исключать. В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны. До самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Такие действия и, в общем-то, появление такого рода помощи мы увидим. Это не будет так быстро, но я думаю, что поскольку конфликт России с так называемым Западом не собирается затихать, для России Украина является всего лишь плацдармом. И в этом смысле война России в Украине неминуемо будет все больше втягивать, все большее количество стран более непосредственно. Напомню, впервые заговорили о возможном присутствии войск западных стран в Украине в феврале 2024-го. Тогда президент Франции Манюэль Макрон отметил, что нельзя ничего исключать. Уже в марте, как пишет политика, Париж начал создавать коалицию стран, готовых отправить свои войска на помощь Киеву. Эту инициативу поддерживают страны Балтии, Польша, а также некоторые страны Центральной Европы и Канада.